друзья всем огромный привет рад приветствовать вас на своем канале и сегодня у нас такая легкая лайтовая обработка 3 фотографий обрабатывать мы будем одну а потом сохраненные настройки применим к двум оставшимся фотографиям это такая небольшая love story она сделана формате jpeg поэтому процессор камеры здесь уже постарался внес свои директивы в обработку фотографий поэтому будем действовать крайне аккуратно конечно же мы в нашей цветокоррекции будем применять кривые ну куда без них итак давайте не будем тратить время и приступим сразу к обработке вскрою я другие фотографии чтобы они мне не мешали изображение будет на весь экран так обрабатывать гораздо комфортнее и первое что бросается в глаза это конечно же излишняя желтизна кроп мы здесь сделать не будем здесь в принципе все у нас и так достаточно нормально давайте мы первым делом подвинем баланс белого и вот сразу вы как видите у нас излишняя желтизна уходит при этом фотографии мы не будем делать холодный мы найдем какой-то такой вот скажем так идеальный баланс у меня это получается температура минус 16 оттенок сделаем наоборот слегка правую сторону сторону фиолетовых оттенков и получим красивые оттенки кожи дальше друзья давайте экспозицию подвинем прям чуть-чуть немного влево пожалуй вот так вот минус 03 теперь займемся светом смотрим на лицо нашей модели она не должно конечно стать вот таким вот сильно смуглым и темным поэтому где-то вот минус 5554 я думаю будет достаточно теперь тени тени немножко подвинем вправо сделаем фотографию более легкой и так как у нас здесь на фотографии собственно говоря девушка она является главным героем давайте мы текстурку немножко уберем влево это сразу же разгладят немного кожу минус 13 здесь мы ничего пока трогать не будем давайте перейдем в цветокоррекцию и да я пока работаю в предыдущем lightroom пока еще не обновил но я думаю что многие из вас еще на таком lightroom и будут работать долго да собственно говоря и в новом ничего там кроме цветокоррекции которые появились еще и в средних тонах особо ничего не изменилось панели чисел красный цвет двигаем насыщенность правы смотрим где у нас он присутствует сделаем мы его слегка потеплее передвинем ползунок цветовой тон вправо ну не сильно буквально где-то на плюс 5 а вот насыщенность я слегка прижму чтобы на руках вот здесь вот не было той красноты которую мы видели когда двигали ползунок вправо теперь давайте посмотрим тон оранжевого цвета я думаю прям совсем чуть-чуть где-то вот так вот минус 6 насыщенность я трогать не буду меня вполне устраивает а вот яркость пожалуй слегка не сильно но уведу влево сделаю потемнее минус 15 и так желтый цвет давайте посмотрим за что у нас отвечает желтый цвет желтый цвет у нас отвечает за рюкзак но когда мы сильно прибавляем у нас появляется в некоторых местах такой некрасивый артефактный цвет он желтый здесь еще есть оттенки зеленого давайте мы зеленый зеленого почти нет я его полностью уберу влево так уже какие-то артефакты кое-где у нас исчезли это очень хорошо теперь желтый желтый я немножко убавлю я хочу чтобы моя фотография была почище но тем не менее я смотрю на рюкзак я не хочу чтобы он потерял свою насыщенность пожалуй где-то вот так вот теперь аквамариновый смотрим аквамарина у нас тут почти нет трогать мы его не будем синий цвет но синий цвет это сразу видно что эта куртка поэтому можно не проверять тон синего цвета мы сделаем слегка в сторону царного буквально на минус 13 а насыщенности него я немного прижму многие могут писать гневные комментарии ну я не люблю яркий синий цвет я люблю такие легкие аккуратные кинематографичные оттенки теперь я хочу посмотреть есть ли у меня фиолетовые оттенки он больше такой у нас артефактный кое-где в тенях появляется на волосах у девушки вот здесь вот на силуэтах людей давайте мы сделаем где-то примерно на минус 50 и фиолетовый и пурпурный фиолетовый я пожалуй веду влево в сторону синих оттенков а вот пурпурный наоборот вправо в сторону теплых красных оттенков да пожалуй вот так вот все яркость больше мы ничего трогать не будем давайте мы сейчас поработаем с кривыми а после чего займемся с плитонированием я хочу фотографии придать такую легкую винтажности и поэтому нам понадобится кривая rgb а дальше мы конечно же обязательно будем работать и в цветных каналах для того чтобы ваше движение в кривой были плавными пользуйтесь кнопочкой alt зажимаете кнопочку alt теперь вашу кривую не будет колбасить ее движения будут плавные и точку черного поднимаете вверх примерно на две третьих вот этого вот квадратика на две третьих дальше в средних тонах мы удерживаем кнопочку alt возвращаем кривую в исходное положение вот таким вот образом и теперь . которую ближе находится к точке черного вот здесь мы потянем немного вниз пусть пока останется так возможно мы дальше немного поработаем еще и с этой кривой потому что когда мы перейдем в каналы каналы будут нам добавлять цветовой и световой контраст итак друзья переходим в красный канал сейчас мы будем тонировать фотографию при помощи кривых зажимаем кнопочку alt фиксируем точку посередине дальше фиксируем точку вот здесь вот на пересечении вот этих вот квадратиков и фиксируем точку вот здесь вот ближе к центру вот примерно вот так вот это мы сделали для того чтобы когда мы будем корректировать нижнюю часть кривой это у нас верхняя часть оставалась отдельно то есть средние светлые участки мы не трогаем мы работаем только в тех участках которые самые темные там и немного посветлее и так друзья теперь видите у нас тут есть квадратик мы зажимаем кнопочку alt и примерно на середине между черной точкой и вот этим пересечением линий ставим дополнительную точку и тянем слегка вниз не сильно примерно вот так вот так как у нас это все таки портрет они уличная фотография давайте не будем губить цвета если что обращайте внимание на цифровое значение они позволят вам сориентироваться с кривой в том числе при работе в других каналах ведь у нас фотография приобрела такие легкие ценовые оттенки переходим зеленый канал и теперь мы в теневую зону там где у нас уже есть вот этот легкий ценовый оттенок будем добавлять фиолета и у нас будет получаться более интересный черный цвет в том числе и в тенях и так зажимаем кнопочку alt кликаем вот сюда на центр кликаем вот сюда на центр и кликаем вот сюда то сделаем то же самое чтобы у нас светлые участки не убежали то же самое также мы здесь теперь выбираем точку между точкой черной и пересечением вот этих квадратов и тянем немного вниз ценим немного вниз если мы потянем слишком сильно у нас будет вот такие фиолетовые тени давайте мы с вами этого делать не будем мы поднимем эту точку немного повыше вот таким вот образом больше к нейтральному теперь у нас вот этот зелененький цен смешался с фиолетовым и у нас стало более поинтереснее как вы заметили в средних и в темных участках так теперь переходим в синий канал сделаем то же самое нам нужно спасти светлые участки зажимаем alt фиксируем точку здесь точку здесь точку здесь теперь мы выбираем точку ну не по центру а еще чуть-чуть немного ниже тянем ее вниз и таким образом мы получаем более интересный цвет темных участках и теперь друзья смотрите теперь мы берем вот эту точку которая находится на пересечении но чуть-чуть правее и потянем наоборот немножко вверх и получим вот такой интересный цветовой рисунок давайте посмотрим что мы сделали при помощи кривой и так без кривой с кривой очень даже неплохо теперь друзья давайте мы доработаем немного контраст при помощи вот этих вот ползунков ползунок точки черного подвинем немного левее и сделаем более глубокие тени точку белого я бы трогать не стал так ну и черную нет сделаем фотографии все-таки полегче и так . черного у меня будет на минус 14 а контраст можно даже немножко и убавить вот таким вот образом где-то на минус 13 теперь друзья знаете что мне хотелось бы мне хотелось бы у девочки сделать белки глаз немножко посветлее давайте мы увеличим изображение возьмем кисточку возьмем ну да где-то на экспозицию примерно на плюс 03 насыщенность насыщенность да мы уберем где-то примерно на минус 80 давайте сделаем изображение еще немного покрупнее и аккуратненько вот здесь вот осветлим белки глаз отлично теперь нажимаем enter теперь давайте поработаем с зубами у нас здесь будет находиться другая кисточка и возможно нам понадобятся другие настройки не такие как в белка глаз давайте мы сначала пройдемся вот этой вот кистью здесь скорее всего насыщенность так убавлять не нужно на сделаем чуть чуть по насыщение где-то примерно на минус 30 экспозицию оставим такую же а вот температуру сделаем слегка похолоднее и зубки от этого станут белоснежнее и так нажимаем пробел кликаем и мы вернули изображение первоначальный масштаб так видите у нас вот здесь одна кисточка светлая другая черной точкой это значит говорит о том что вот эта кисть сейчас активная надо кликнуть enter кликнуть еще раз enter кисточки у нас пропали для того чтобы посмотреть как сработали кисти нужно просто на всего кликнуть на кисть выбрать например вот эту кисточку и теперь давайте посмотрим вот так у нас изображение было без кистей и вот так у нас повеселее посветлее посвежее стала и улыбка и глазки когда мы поработали с кистью отлично нажимаем два раза enter так и давайте сделаем последний штрих в принципе фотографии уже вполне устраивает нажмем удалить хроматические аберрации и так друзья мы с вами переходим в раздельное тонирование давайте сначала подрегулируем света светлые участки насыщенный светах двигаем в правую сторону вот где-то примерно на 60 и теперь подберем подберем свет пожалуй вот такой вот яркий оранжевый красивый теперь насыщенность полностью уберем в ноль и начнем слегка повышать и наблюдать что будет происходить но знаете я бы даже много не стал ставить а где-то вот я думаю на плюс 12 было бы достаточно далее тональность теней полгунок насыщенности я также подвину ну наверное примерно на 60 и теперь подбираем цветовой тон теней вот такой цвет теней мне очень нравится 216 цветовой тон насыщенность конечно же мы на 61 не будем оставлять убавим где-то примерно наверное на 10 давайте посмотрим без тонировки с но слегка стала фотография такая теперь наша фотография стала в цветах потеплее в тенях похолоднее и мы получили здесь комплементарность давайте мы еще на всякий случай перейдем с вами в калибровку вот можно совершенно чуть-чуть прямо на минус 5 первичный синий канал увести влево где-то буквально цветовой тон зеленому вести право насыщенность я не трогаю красный цвет я сделаю пожалуй на минус 2 и так друзья последнее что осталось нам это наверное все таки добавить немножко виньетку пожалуй это будет достаточно минус 28 и у нас фотография получилась компонована таким вот образом что прям мы заставляем зрителя смотреть на нашу главную героиню отличные друзья давайте посмотрим какая фотография была до обработки какая стала после обработки до после отлично шикарный результат и так теперь давайте друзья мы с вами откроем другие фотографии на миниатюрку фотографии который мы только что обработали нажимаем правой кнопкой мыши выбираем настройки коррекции копировать настройки здесь мы кликаем выбрать все теперь снимаем локальные коррекции кисть другие какие-то локальные мы с вами изменения не проводили поэтому все остальное мы попробуем применить и так нажимаем копировать теперь выбираем следующую фотографию нажимаем правую кнопку настройки коррекции вставить настройки отлично единственно только что я бы здесь немножко бы подвинул бы вперед экспозицию чуть-чуть вправо вот таким вот образом ну что ж интересно итак третья фотография правую кнопку настройки коррекции вставить настройки вот эту фотографию можно сделать слегка посветлее и пожалуй и надо сделать чуть чуть потеплее да вот таким вот образом ну и в общем то друзья на сегодня это все если ты впервые на моем канале переходи на мой инстаграм по ссылке в описании к видео после подписки тебя ждет подарок набор моих авторских пресетов в количестве 20 штук на сегодня это все друзья если видео было полезным не забудьте поставить лайк и подпишись если хочешь получать уведомления о новых и полезных уроках по фотографии творческих высот вам друзья всем пока и до новых встреч